Сложный вопрос, и он так прямо в лоб. Вы знаете, имя Плохотнюка, оно демонизировано в нашей республике, и есть очень много мифов о нем. И на самом деле, для значительной части населения, это такой доктор зло, от которого все беды и проблемы страны. И вы знаете, значительная доля вины за это лежит на самом Плохотнюке. И не потому, что он зло, потому что, я повторяю, это очень много мифов, на самом деле все гораздо сложнее. А потому, что он ведет замкнутый образ жизни. Он ушел с публичной арены, у него были попытки выхода на публику, но они очень быстро закончились, и он ушел. И вы знаете, я считаю, что он поступает очень неправильно. И не просто это его проблема, это проблема тех, допустим, таких, как я, проевропейцев. Потому что он является одним из символов проевропейкости. Он возглавляет партию, которая выступает за европейский вектор. И вот этот его отрицательный имидж отрицательно сказывается на всех, кто связан с проевропейским выбором. И поэтому, я думаю, что его долг, как гражданина, обратить на это внимание и выйти из тени. И заниматься публичной деятельностью. Потому что он в политике. Он заместитель, первый заместитель руководителя демократической партии. Он входит в различные советы, которые управляют нашей страной. Вот когда Альянс создавался, новая коалиция наверняка какой-то совет создала. Поэтому я считаю очень важным и для него, и для общества, и в целом для европейского выбора Молдовы, чтобы он занимал публичную позицию. Чтобы мы видели, чем реально занимается этот человек. И я думаю, что на самом деле он давно уже отошел от бизнеса. Он вошел в политику. Но, к сожалению, он не публично входит в политику. Хотя там в партии у них какие-то встречи. Он как заместитель, наверное, очень много работает. На что бы я обратил ему внимание? Вы потом поймете, почему я об этом говорю. Это связано и с тем, голосовал бы или не голосовал за него. Первое. Плохотнюк, безусловно, сильный менеджер. Менеджер, наверное, один из самых сильных менеджеров в нашей стране. И я думаю, как сильный менеджер, как человек достаточно амбициозный, он просто обязан бороться за лидерство в партии. Это абсолютно нормально, когда человек хочет себя реализовать в политическом проекте. И я думаю, он не должен это скрывать. И если он действительно хочет расти как политик, он в первую очередь должен расти в партии как политик. Вот это очень существенно. А чтобы расти в партии как политик, он должен предложить какой-то свой проект модернизации партии. Он должен предложить что-то новое в партии. И пусть Лупу борется за пост президента, пусть там другие борются за пост председателя партии. Но такая оговорка по Фрейду. Я не исключаю, что Лупу будет бороться за пост президента страны Молдовы. То есть, это абсолютно нормально, если сильные игроки в партии начнут бороться за пост председателя. И в результате предложат такую модель развития партии, чтобы это стало действительно ведущей партией страны. Это абсолютно нормально. Следующий момент. Плохотнюк давно работал в бизнесе. Я думаю, и сейчас есть какие-то еще бизнес-проекты. Хотя, наверное, сейчас он намного меньше занимается всем этим, уйдя в политику. А может быть, и полностью ушел в политику. Но как человек, имеющий опыт работы в бизнесе, я думаю, он просто обязан продумать, создать систему. Или через какой-то фонд, или через какие-то другие формы поддержки бизнеса. В первую очередь, малого бизнеса. Бизнеса, связанного с новыми технологиями. Вот это очень важно, потому что должен появиться такой человек, очень активный, очень хороший организатор, который даст толчок этому. И я считаю, это долг Плохотнюка. Я считаю так, потому что я очень много разговаривал с этим человеком. Поверьте, у нас никогда не было разговоров о каких-то бизнес-интересах. Мы говорили о политике, говорили о Молдове, говорили о возможности, что он станет премьер-министром страны, что он бы сделал как премьер-министр. У него много очень хороших идей. Я не исключаю, что часть этих идей сегодня реализует Филипп, реализуют какие-то министры. Но мне бы хотелось, чтобы за этими идеями стоял и Плохотнюк в открытую. Говорил, это моя идея. Вот правительство сделает вот эту часть, то, что зависит от государства. А я сделаю вот эту часть, то, что зависит от партии, то, что зависит от бизнес-сообщества, с которым я контактирую. У меня большие связи с многими бизнесменами. С зарубежными инвесторами я их привлеку под эти проекты. Вот это очень важно. То есть, мне кажется, что когда говорят, что вот Плохотнюк должен стать публичным, неправильно понимают это. Публичным вот ходить с одной телестудией с другой и везде говорить. Не это публичность. Это зачастую просто болтология. А вот публичным в том плане, что отвечать за какие-то проекты в нашей стране, чтобы эти проекты были связаны с его именем. Если Господь Бог дал тебе талант менеджера, если Господь Бог дал тебе работоспособность, если Господь Бог дал целеустремленность, что ты идешь по ставленной цели, направь эти усилия на то, чтобы сделать что-то для страны. Я повторяю, открыто сделать, что получится, да, сделал Плохотнюк. Не получится, да, у Плохотнюка не получилось. Но это честно и открыто. И возвращаясь к самому вопросу. Буду голосовать или нет? Ну, я вообще сомневаюсь, что он пойдет на пост президента, потому что, если бы он хотел, он, наверное, уже бы начал себя как-то раскручивать. Но если он пойдет, и если будет предварительно показано, вот он всем, что вот я занимаюсь, вот я это хочу сделать для страны, и начнет что-то делать, я это хочу сделать, и начнет публично что-то делать, значит, тогда можно проголосовать за этого человека. А если человек выскакивает, как черт из табакерки, вот молчал-молчал, и в самые последние за несколько месяцев, вот я иду в президенты, ну, тут будет непонятно, тогда начинаешь думать, а нужно голосовать за этого человека или нет. И последнее. Очень важно понимать, когда мы говорим вообще о выборах президента, что нам нужно, чтобы делал президент. Мне кажется, я об этом уже говорил, и хочу еще раз повторить. Президент должен стать тем человеком, который объединит страну на идее вступления в Европейский Союз. Вот Демократическая партия выступила с инициативой, что в 2019 году мы подадим заявку. Вот президент должен все готовить, чтобы эта заявка соответствовала требованиям Европейского Союза. Вот это должно быть одно из основных направлений его деятельности. И второе. Президент является председателем Совета Безопасности. Поэтому все, что связано с национальной безопасностью, а это политическая безопасность, экономическая безопасность, социальная безопасность, демографическая безопасность, энергетическая безопасность, инновационная, военная и так далее. Все должно быть в круге интересов будущего президента. И он должен сейчас уже показывать интерес к этим проблемам, свое видение, какие вот критерии безопасности, как решать эти проблемы. Вот тогда мы будем понимать, этот человек способен быть президентом или не способен. И заканчивая вот с самого вопроса, я уверен, что у Влада Плохотнюка есть большой потенциал. Но, к сожалению, он пока не использован. Во всяком случае, мы его не видим в верхней части айсберга. Может быть, в нижней что-то работает. Я повторяю, через Филиппа, через министра и так далее. Но мне, и я думаю, обществу очень хочется увидеть открытого Плохотнюка, который говорит, вот я буду бороться за модернизацию партии, я буду бороться за развитие малого бизнеса, я буду бороться за такие-то, такие-то реформы. И это будет открыто и честно. И вот я призываю этого человека выступить именно так, обозначить свою роль в стране, и тогда будет ясно, нужно за него голосовать или не нужно. Спасибо.